Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И сегодня мы поговорим о качественном, среднем, профессиональном образовании, доступном в нашем городе. И у нас в гостях Илона Смолякова, директор Севастопольского колледжа сервиса и торговли Илона Николаевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос. Какие специальности и профессии можно освоить, обучаясь в вашем колледже? Ну, начиная свой рассказ, я, конечно, хочу сказать о том, что наш Севастопольский колледж сервиса и торговли – это одно из старейших учебных заведений среднего профессионального образования в городе Севастополе. И оно никогда не меняло свой профиль. То есть это база для подготовки кадров для сферы обслуживания или сферы услуг, как сейчас говорят. Это общественное питание и торговля. Ну, конечно, сервис. Какие профессии тогда самые востребованы? На что люди идут учиться? Мы много лет уже набираем по направлениям повар-кондитер. Кассиры – это рабочая профессия. Совершенно новое у нас направление – специальность поварское и кондитерское дело. Это уже как бы менеджеры в общественном питании. Мы набираем официантов и барменов и продавцов, контролеров, кассиров. То есть это те основные направления подготовки, которые мы осуществляем уже много лет. И в этом году в том числе осуществляем наборы. Вот вы озвучили новую специальность. А еще появились какие-то направления, помимо классических? У нас, вы знаете, к сожалению, мы открыли лицензию, получили ее три года назад по очень интересному такому направлению – организации обслуживания на предприятии общественного питания. Но сегодня еще не отработан новый федеральный государственный образовательный стандарт. Поэтому мы как бы ту группу, которую набрали, доучиваем. Но очень ждем новый стандарт. И тоже обязательно на следующий год с его появлением будем набирать ребят на эту специальность. Чем отличается вообще специальность от профессии? То есть раньше наше учебное заведение готовило только студентов по рабочим профессиям. Три года назад мы пролицензировались для подготовки специалистов среднего звена по направлению поварское и кондитерское дело. То есть это среднее профессиональное образование более высокого уровня, где идет углубленное изучение предметов. И самое главное – это умение управлять, то есть регулировать все процессы, которые происходят на предприятиях общественного питания. Поэтому ребята получают квалификацию более высокую, чем простая рабочая профессия повар-кондитера. Не могу не спросить, Илона Николаевна, а учиться сложно? Ну, наверное, учиться нигде не может быть легко, потому что очень много предметов. Ребята некоторые, уходя, наверное, от ЕГЭ и не поступая в 10-11 класс, приходят в СПО, в учреждение СПО, думая, что учиться будет легче в среднем профессиональном образовании. Конечно, нет. Во-первых, у нас намного больше предметов. У нас 14 предметов, как минимум, общеобразовательных, которые они проходили в школе. И добавляется около 17 предметов, модулей по направлению их подготовки. Но могу сказать, что вот я работаю в колледже уже 27 лет, из них уже 22-й год я являюсь директором. У нас такая тенденция последние 10 лет, те ребята, которые приходят со средним уровнем образования, ну, с невысокими баллами из школы, приходя к нам, наоборот, повышают свой уровень. И повышают, наверное, потому что они видят конкретную цель. Мы чем от школы отличаемся? Мы же даем профессию, мы учим ребят трудиться, и они проходят практику, и в том числе производственную перед выпуском, где уже могут зарабатывать деньги. То есть они более мотивированы, они социально адаптированы, они готовы к труду, они, мне кажется, даже взрослее на выпуске, чем простые школьники. Поэтому, конечно, учиться сложно, но зато интересно. Тогда такой вопрос, а каким абитуриентам вы особенно рады? Вы знаете, мы рады абсолютно всем абитуриентам. У нас из года в год конкурс при поступлении. То есть вот на специальности у нас до 3-4 человек на место, на профессию 2 человека, это стабильно. И когда ребята приходят к нам после 9 класса, думая, что со средним баллом 3-0 можно поступить, это, к сожалению, их огорчает, потому что на самом деле рейтинг в среднем получается где-то от 3-9 баллов и до 4-9 баллов при поступлении в колледж. И поэтому ребятам, конечно, нужно было, кто сориентировался уже и мотивированно принял решение поступать к нам, они в конце 9 класса корректируют свои оценки, пытаются повысить баллы, чтобы и средний балл аттестата был выше. Поэтому мы, конечно, очень рады тем, у кого высокий балл. Но, тем не менее, у нас есть группы, которые не на бюджетной основе обучаются, а на коммерческой. И те, которые не смогут, дети, поступить на бюджетной основе, смогут обучаться на коммерческой основе в нашем колледже. Илона Николаевна, расскажите о преподавательском составе, ну и, соответственно, о материально-технической базе. Что доступно будущим абитуриентам? Вы знаете, у нас очень своеобразный колледж. У нас таких в Крыму два, у нас нет своего огромного там здания, помещения, территории. Но, тем не менее, вы знаете, я всегда говорю о том, что часто встречают по одежке, а провожают по уму. У нас, может быть, нет вот этих больших потенциала, такого именно материальной базы, как зданий, но у нас огромное, глубокое, серьезное качественное содержание. У нас очень высокий уровень подготовки, в первую очередь, преподавательского состава. У нас работают два кандидата наук, три в этом году даже работало. У нас работают специалисты, которые непосредственно работали в высшей школе по технологии питания. И, конечно, это дает возможность ребятам дать высокий уровень образования. Это теоретические основы. У нас очень сильные предприятия базовые, где ребята проходят практическую подготовку. Но прежде чем выйти на производство, они проходят учебную практику на нашей базе. В прошлом году мы приняли участие и выиграли грант на создание новых производственных мастерских. Я могу сказать, что вот за этот год мы их открыли в августе 2022 года. Это мастерские большие, большая мастерская на 12 рабочих мест по поварскому делу и на 3 рабочих места по хлебопечению мастерская. У нас не одно мероприятие, десятки прошло за этот год. И приходили к нам на наши мастерские для проведения баттла с шеф-поварами разных предприятий ресторанного сервиса и наших студентов. Они были просто поражены, шеф-повара, тому, какой у нас уровень материальной базы и уровень оснащенности современным оборудованием на этих мастерских. Понимаете, это же не просто помещение. Это качественные, большие рабочие места, оснащенные современным технологическим оборудованием. Это параконвектоматы, конвекционные плиты, термомиксы, дегидраторы. То есть это то оборудование, которое не везде не то, что там есть в ресторанах, а некоторые, например, обыватели даже не знают их названия уж, тем более технологии, как на них работать. Поэтому, конечно, мы можем дать сегодня ребятам высокий очень уровень предварительной подготовки в период учебной практики до выхода на предприятие. Соответственно, это уже качество подготовки дает возможность работодателям брать этих детей уже с достаточными знаниями и практическим опытом. Тогда расскажите, как производственная практика, когда человек уже потренировался и выходит, грубо говоря, в поле, что происходит и какие отзывы у работодателей? Вы знаете, у нас у работодателей очень хорошие отзывы, просто потому, что наши ребята приучены все к труду. У нас с первого курса практически начиналась практика. Сейчас немножко с введением изменений в федеральный государственный образовательный стандарт СПО, когда все общеобразовательные предметы теперь сошлись на первый курс, и практика начинается со второго курса. Но, тем не менее, практически все ребята, выходя на производственную практику, идут на реальные рабочие места, и их многих очень берут на зарплату. Конечно, мы начинаем, может быть, не с таких там сильных современных ресторанного хозяйства предприятий. У нас очень серьезное сотрудничество с нашим учредителем, с департаментом образования. Мы направляем ребят в детские сады сначала и в школы, где они учатся готовить, но просто вот те блюда, которые готовятся в общественном питании, в обычной столовой. Но уже на втором, третьем, четвертом курсе уровень, конечно, повышается. Мы второй год сотрудничаем, например, с санаторно-курортным комплексом «Мриа Резорт и СПА». У нас в этом году шесть детей туда трудоустроено, то есть они попробовали себя на производственной практике, и ребят до их выпуска уже взяли на работу и на заработную плату. У нас очень много предприятий здесь в городе. Это медопоры, кондитерский цех «Фантазия», «Бусидо», это сеть ресторанов «Самурай», это «Старик Хинкалыч». То есть у нас буквально, наверное, нет таких предприятий, где бы не были наши как студенты текущего момента и, естественно, наши выпускники. Конечно, они приходят туда, подстраиваются под то предприятие, где они работают, потому что есть разница в оборудовании, есть разница в системе работы, я бы сказала, есть разница в почерке каждого предприятия, у каждого предприятия свои традиции, свои тенденции. Но, тем не менее, ребята настраиваются и работают. И могу сказать, с февраля месяца у меня телефон постоянно горячий, потому что предприниматели и звонят, и приходят, и просят наших выпускников на работу. А как преподаватели относятся к тому, что студенты начинают работать? Я потому что из своего опыта знаю, что некоторые такие, ага, ты уже деньги зарабатываешь, тебе уже неинтересно ходить на учебу? Вы знаете, слава богу, на сегодняшний день закон об образовании Российской Федерации дает возможность ребятам учиться по индивидуальному графику. И если действительно студент нашел рабочее место, реальное, которое является основой его профессии, и если его берут на заработную плату, мы идем навстречу всегда и даем ребятам возможность по индивидуальному графику обучаться. И преподаватели реагируют на это совершенно адекватно, потому что в принципе-то наша задача основная какая? Подготовить человека к его работе по той профессии, по которой он учится. Соответственно, если он уже нашел это рабочее место, если он нужен, если он получает за это деньги, мы всегда идем ему навстречу и поможем, и поддержим ему это однозначно. — Илона Николаевна, я знаю, что в нашем городе часто проводятся конкурсы так называемого профессионального мастерства, амбилимпикс и прочее. Как активно колледж участвует в этом, ну и что показывают ваши студенты? — Ну, я бы сказала, вы знаете, это, наверное, наш конек. Я очень с 2014 года была заинтересована в этой теме, вступление вообще именно вот в это действие, участие в чемпионатном движении профессионального мастерства. Оно по-разному называлось. В этом году это называется чемпионат профессионального мастерства профессионалов. Мы участвуем с 2017 года. На нашей базе была сначала первая открыта площадка по компетенции «Кондитерское дело». В 2019 и 2018 мы провели чемпионат, уже открыв новую площадку «Ресторанный сервис». Это удивительно красивая компетенция. Здесь в видеоряде должны быть как раз картинки с нее. Здесь, конечно, возможность у ребят не просто проявить свое профессиональное мастерство и посоревноваться. У нас в городе три колледжа, которые готовят похожие на наши профессии. То есть есть и повар-кондитер, и поварское кондитерское дело. Мы соревнуемся с торгово-экономическим техникум, с севастопольским многопрофильным колледжем. И тогда студенты на площадке могут как раз показать свое профессиональное мастерство и показать уровень и качество подготовки. Мы в прошлом году, когда открыли новые мастерские, заявились и открыли новую третью компетенцию. Ее нет в Крыму. Это первая площадка у нас в Севастополе по компетенции хлебопечения. Удивительное действие. Это очень интересно, когда ребята, девочки, мальчики первого курса пекут хлеб и пекут его красиво и хорошо, и занимают призовые места. То есть результаты у нас какие? На нашей базе проходил в этом году еще конкурс «Обилимпикс». И тоже мы все годы принимаем участие в этом чемпионатном движении. Это участие ребят с ограниченными возможностями здоровья. В этом году это была компетенция поварское дело и декорирование тортов. И могу сказать, что и на том, и на том чемпионате все компетенции, на которых мы заявлялись, наши студенты заняли первые места. По ресторанному сервису первое и второе место, по поварскому делу первое и третье место, по кондитерскому делу первое и второе место, и по хлебопечению все три первых призовых места. И точно так же в чемпионате «Обилимпикс». Мне кажется, это достаточно высокий показатель и, в общем-то, говорит само за себя, как мы готовим специалистов. Это хороший повод для гордости. Действительно. Илона Николаевна, завершение нашего разговора. Не за горами новый учебный год. Вступительная кампания 2023. Кто, когда, какие документы? Расскажите об условиях приема. В этом году мы осуществляем набор, в общем-то, как и в прошлом году. Параллельно мы можем документы принимать и через госуслуги. То есть можно подать заявление в наш колледж через госуслуги, отсканировать документы, их подгрузить. И можно прийти лично в нашу приемную комиссию и подать документы в приемную комиссию. Еще раз повторяю, что набираем мы в этом году на базе 9 классов по профессии повар-кондитер, по специальности поварское и кондитерское дело и по профессии продавец-контролер-кассир. А на базе 11 классов повара-кондитера и официанта-бармена. Но это связано с тем, что они работают с денежной наличностью. Естественно, ребята на выпуске должны быть уже совершеннолетними. Я знаю, что очень много вопросов возникает, когда ребята не имеют аттестата еще. То есть они в принципе могут уже подгружать основные документы и аттестаты уже принести к нам в приемную комиссию в тот день или на следующий день после того, как их получат в школе. В принципе, все будет ясно и понятно. Мы составляем их в список. Они заносятся в единый реестр государственного приема в нашу образовательную организацию. И там будет составлен такой реестровый список. Ранжирование пройдет по среднему баллу аттестата. То есть будет понятно, что у нас, например, 25 бюджетных мест. Если 100 человек подано документов, то, конечно, первые 25 по самым высоким баллам и поступят на бюджет. Остальных мы с удовольствием премьем на коммерческой основе на обучение. А можно назвать какую-то цифру? Сколько будет новых студентов с 1 сентября? Ну, мы предполагаем набор 175 человек. Это по пяти специальностям? По пяти направлениям подготовки. Да, да. И выпускаем 167 в этом году. Из них 34 студента получат дипломы с отличием. Я тоже считаю, что это очень высокий уровень и хорошее качество подготовки. Илона Николаевна, я благодарю вас за интересную и очень содержательную беседу. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». И сегодня мы беседовали о доступном, качественном, среднем профессиональном образовании в Севастополе. И у нас в гостях была Илона Смолякова, директор Севастопольского колледжа сервиса и торговли. Илона Николаевна, спасибо вам за то, что пришли. Спасибо вам. Всегда вам рад. Ну, а мы прощаемся и желаем вам всегда оставаться с телеканалом НТС. До свидания.